Здравствуйте, Алекс говорит. Здравствуйте, Алекс. Это Джон Брэдшон от Скингс Театр. Я восхищен сказать вам, что после тщательного рассмотрения мы можем предложить вам работу административного помощника. Спасибо, это очень хорошие новости. После интервью мы предложили вам зарплату в 20 тысяч фунтов. Это замечательно. Мне нужно взять некоторое время, чтобы обсудить ваше предположение. Можно я промогу проконтактировать насчет вашего решения завтра? Хорошо. Это абсолютно нормально. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, можете позвонить мне. Здравствуйте, Элла. Да, Кингс Театр звонил мне сегодняшним утром и предложил мне позицию. Да, это замечательно. Вы же всегда хотели работать в театре. Да, я знаю. Хотя это довольно дорого жить в большом городе, я хочу приехать. Это будет замечательно. Будьте уверены, что это правильная работа для вас. И вы не просто принимаете первое предложение, которое вам было выдвинуто. Вы же пытались трудоустроиться в разные театры, да? Я пытался в разные театры. Но я имела интервью только в Кингс Театр. Как также члены персонала здесь очень хорошие. Я вижу себя работающим здесь. Плюс деньги здесь хорошие. Вы проводили переговоры? Да, конечно. Они мне предложили такую же стартовую зарплату, что я упомянул в ходе интервью. А тебя это не беспокоит? Может, тебе нужно было больше денег, если ты потребовал? Ну, возможно, но пока что не хватает. И я сделаю хорошо на этой работе свои обязанности. И тогда я смогу выторговать себе повышение по деньгам. А какие немонетарные льготы? Какой отпуск у тебя будет здесь? Ну, честно, не уверен. Мы это еще не обсуждали. А вот если бы я была бы на твоей миссии, я бы ясно все прояснила официально перед тем, как начнется работа, чтобы у тебя потом не было неожиданного сюрприза. Кстати, расскажи вот тот курс, на который учебный ты записался. Ты можешь ли его еще продолжать делать? Да, мы упомянули в ходе этого учебного курса, в течение интервью, я сделал ясно, что навыки, которые я получу на этом курсе, помогут мне делать мою работу более эффективно. И я думаю, они мне позволят этим заниматься. А сколько они тебе будут платить в ходе курса? Если вообще будут платить, а вот не знаю. Я думаю, стоит с ними контактировать и выяснить, сколько они будут платить перед тем, как ты пойдешь на курс. Это невероятно, что может случиться какая-то оплошность, но ты лучше подстрахуйся. Да, ты права, я им перезвоню. А в конце концов, ты должен им отправить официальное письмо, что ты согласен заниматься этой работой. А что необходимо, напиши письменно условия трудоустройства, это поможет прояснить непотетические ошибки, перед тем, как они запустятся до уровня проблемы. Что там надо указать? Отдай мне ручку или лист бумаги, и я тебе смогу все спланировать. Репетиторы по скайпу. План – ничто. Планирование – все. Школьное обучение английского можете забыть. Это я как учителя говорю. Забудьте. Это мелочь. Дело в бизнес-инглиш. Для того, чтобы пройти джот-интервью, вам надо знать, как по-английски будет слово «успешный». Сексесфул. Вы знали. Хорошо. Давайте повысим уровень. Как по-английски будет зарплата? Селари. А повышение? Промоушен. Чтобы ваши слова стали английскими, выберите меня в качестве учителя. Пускай это будет расценено как навязчивость, но мне нужны те люди, которые могут выдержать мой характер, а все-таки выучиться английскому. Гудбай.